Доброго времени, дорогие друзья, зрители, подписчики. Вы снова на ютубе канал Желтая Пресса. И сегодня у вас ведущий будет Герман. Герман, расскажешь нам про дом? Завалился, запутался в траве. Ладно, ближе к теме. Минская область, Слудский район, деревня Великая Слива. Покажу вам в окружности, что происходит. Вот границы участка до соседского гаражатого, до этого где-то блочного сарая. Пускай метра полтора-два от него взять для обслуживания. В окружности 25 соток земли по документам к этому участку. Рядом еще земли можно либо взять в аренду, либо пользоваться соседской землей, садить картофель. Я думаю, если вы посадите картофель на соседском огороде, вообще супер будет. Если вы им дадите мешок 2-3, то есть можно засадить. Я бы вот этот участок, если честно, наверное, засадил бы, если даже садом. Просто если кто-то пишет, 25 соток земли много, да ни в коем разе не много. Дорогие друзья, дорогие белорусы, пожалуйста, у кого есть земельные участки, у кого есть возможность в этом году взять в руки лопату и посадить дерево, садите больше деревьев. Я просто вот снимаю видеообзоры, езжу по деревням, я просто вижу, почему нету дров даже тех самых. Да мы не садим деревья. Что будет нашему младшему поколению? Расскажите, что ему будет? Что младшему поколению останется? Какие деревья? Где березы не вижу? Где те же самые дубы? Где клен? Где липа? Посмотрите, пожалуйста. Вот я о чем хотел вас попросить и сказать, пожалуйста. Тем более лесхозы, белорусские лесхозы сейчас выдали такой закон, что можно прийти в лесхоз и взять бумагу, выписку, попросить, чтобы съездить в лес, выкопать тех же самых сосенок, тех же самых елочек. Там что в лесу растет? Граб там, дуб. Пожалуйста, вперед. Каждый по дереву, по два, по три, уже сколько будет. Хоть младшему поколению будет потом, что на дрова пили, до чего шашлык жарить. Так, древотник. Начнем отсюда. Отсюда обзор солнца там. Ценуга, пойдем. Здесь находится древотник. Ну, древотник как древотник, то есть. Барахлишко немножко есть. Двери какие-то. Диван еще, можно, кстати, мебельщиков пригласить, они вот с этого дивана, вот с этого дивана. Им отдать этот диван сделают под евро, обтянут любой тканью и будет это стоить порядка 600 рублей и дороже, в зависимости от цены отбивочной ткани. Если хотите свою мебель сделать, могу номерок телефона дать серьезной организации, которая уже много лет, наверное, лет 20 занимается мебелью. То есть вот один звонок отсюда могу продемонстрировать, приедут сюда, прямо с сарая. Ой-ой-ой, заберут этот диван и поставят в дом новую мебель. 600 рублей, плюс-минус, там может быть даже дороже будет, возможно, дешевле. Вишня уже начала, вишня. Нет, это слива, 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 саженцы. Сынок, смотри, видишь, это слива, видишь? Вырастет, потом можно брать, сушить и будем делать всякие разные компотики. Да, компот ты любишь же у меня, да? Марина, смородина, по речке, да? Все, что хочешь. Так, еще есть в этом доме вот такой вот погребок, овощехранилище, куда можно поместить картофель, бураки, свеклу, сделать засеки такие. Пожалуйста. Вот эта вот часть дома, есть, кстати, очень много вишень и черешень. Их уже надо, если честно, уже поздновато рассаживать, а может и не поздновато еще рассадить, где какие перекопать местами почаще. Смотрите, вот эта вот веранда, она вообще никакой, то есть, не несет основной части. Ее можно просто разбурить и на дрова пустить. Если нет, можно просто подшаманить, где-то подмазать, где-то подкрасить. Сам основной сруб идет вот здесь. Вот он. Этот дом построен на камнях. Видите, кто-то собрал три камня, не три, получается, шесть камней, там тоже он есть. Сделал на камнях. Вентиляция, душины есть. То есть, ну, нижнее бревно, понятно, в любом случае где-то будет немножко с изъянами, но это вряд ли. Здесь раньше этот сруб был обшит вот такой вот костроплитой и покрашен поверху. То есть, хозяину все время мозги дурили. Да там под костроплитой твой дом гнилой. То есть, хозяин разозлился и смотрите, что сделал. Взял, ободрал. Я думаю, нормально. Крыша жесть. Комин есть. Вон, Wi-Fi, кстати, есть. Вон, там, видите, вот дерево. 4G, да, 1, 2, 3, 4G, да. На камнях, да. Липа растет. Здесь костроплита был, отодрал, показал, что там. Олег Васильевич, это телефон нашей организации, да? Можно звонить сюда. Какой телефон? Ну, вот на этом. Поехали. Серега тут на ТикТок снимает ролик. Телефон организации, говорит. Ну да, вот этот телефон организации. Кому интересно, звоните. Дом-то продается. Плакат наш. Обзор деревенских домов. Ютуб-канал Желтая Пресса. Подписывайтесь. Кто хочет сделать видеообзор своего дома, вот контактные телефоны. Также демонтаж строения, расчистка участка, вывоз мусора. Спереди дом вообще. То есть, смотрится. Он, и хозяин говорил, этот снимет цвет голубенький. Говорит, жалко мне, но разозлился, снял. Ну, так он смотрится отсюда. Здесь получается гравеечный подъезд. Какие-то растения, малины всякие разные. Улица. Ну, там вот до угла уже получается, пускай раз, два, три, четыре, пять домов, асфальтированный подъезд. Дорога, если по прямой ехать, можно в лес заехать. Здесь направо пошла уже маршрутки, автобусы, школа есть, почта есть, магазины есть, клуб есть в деревне. Ну, что, внутри вам еще немножко показать? Так и будет. Еще покуда батарейка не села, память не закончилась. Представьте, мне каждый раз приходится новый дом, когда снимаешь, просто старые дома удалять. Видео, чтобы новый снять дом. На камнях, да. Ну, вот бревно зачищали, то есть его потом хотели покрасить. Хозяин сразу пять тысяч долларов просил. Я ему сразу сказал, ну, за пятерку вряд ли ты его продашь. Менчане приезжали, зачищали, брали болгарки, под баню хотели, то есть взять. Взять, но у них там что-то был какой-то, они сказали, если автомобиль продадут, тогда купят. Ну, что-то не срослось, и хозяин вроде по цене не захотел уступить. Поэтому, чинарик чей-то. Колодец есть, вода, вот она. Можно набрать насос, кинуть. Это не основная часть дома, я сейчас сюда захожу. На крышу могу вам показать. Ну, верандачка такая, тут ничего такого прикольного нет. Самогона точно, крышечки под баночки, да, интересные вот эти. Они как раз подходят, салат открыл, да, крышку, хоп, хоп, прикрыл, да. Тут-то нечего показать, шкаф такие вот раньше пользовались шкафами. Кто помнит, это шкаф детства, да. Ну, что, пойдем сейчас туда, да? Подумайте, какие ценники? Три километра от города. Три километра от города. Пойдем, выгнал этого тиктоковца отсюда. Дай мне спокойно ролик снять. А он на тикток, убился на этот тикток, да, и все, и тянет меня туда на тикток, на площадку. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, стоит мне на эту площадку переходить или остаться на ютубе? Я не знаю, как, где лучше вы будете смотреть, как вам удобнее смотреть. Просто, ну, если большинство, конечно, проголосует за тикток, я на тикток переведу на площадку. Буду дальше там делать видеообзоры деревенских домов. Ну, переночевать уже езди, смотрите, койко-место.